Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Тему трендов в украшениях я не рассматривала давно. Дело в том, что мода кардинально год от года не изменяется, и украшения тем более. Последнее видео я выпустила под названием «Не важно, что вы носите, а важно, как вы это носите». Ну и не затрагивала эти моменты уже несколько лет. Но сегодня я решила немного углубиться в эту тему и показать не просто картинки трендов в украшении, а разобраться, что такое тренды, как нам их использовать и нужны ли они нам вообще. И чтобы показать, что мода не меняется так быстро, я сделала два коллажа. Один из трендовых украшений 2018 года и второй из украшений 2023 года. Посмотрите на них вместе. Я уверена, что если бы я их не подписала, то вы даже не поняли, что разница между этими трендами 5 лет. Кто же это все придумывает? Дело в том, что модные тренды, как и тренды на украшения, вытекают из социальных трендов. В мире существуют форкастинговые агентства, которые ведут исследования и собирают данные по поведению людей, по их предпочтениям в самых разных областях жизни. Это политика, экономика, образование, культура, искусство, медицина. В общем, все, что нас окружает. Обрабатывая такие большие данные, они выдают прогнозы на несколько лет. Этими прогнозами пользуются производители товаров и услуг, в том числе и модная индустрия. Поэтому, когда мы видим что-то общее в модных показах, это не то, что идеи витают в воздухе или дизайнеры сговорились. В этом нет никакой конспирологии, просто все пользуются прогнозами трендинговых агентств. И одно из самых крупных и известных агентств – это WGSN. У них есть Инстаграм, и любой может на них подписаться и смотреть, что они исследуют и что прогнозируют. Конечно, какие-то прогнозы сбываются, какие-то нет. Какие-то тенденции приживаются и нравятся людям, а какие-то бесследно уходят. И сейчас я хочу в качестве примера привести три социальных тренда, которые работают уже несколько лет и, конечно же, отразились на модных трендах, на украшениях в том числе. Первый социальный тренд – это фокус на индивидуальности и личном комфорте. Вы наверняка заметили, что фокус во всех областях нашей жизни сменился в эту сторону. Это самопознание, самореализация, слышать свое внутреннее «я». Мы пытаемся привести свое внутреннее в соответствие с внешним и, в общем-то, жить в комфортном состоянии. Зачастую на страницах соцсетей мы можем видеть вот такие фотографии. Конечно же, я согласна, что это полный трэш и в жизни это неприменимо. Но надо понимать, что общество старается раскрепоститься и убрать ненужные ей правила. Это не значит, что правил совсем не существуют, они есть и они будут существовать в определенных ситуациях. Но вот этот вот личный комфорт, который позволяет выбирать украшения такие, которые вам нравятся, которые соответствуют вашему настроению здесь и сейчас, вот это вот становится важнее. Второй социальный тренд – это осознанное потребление. Он начался незадолго до пандемии и карантин его еще больше усилил. Мы вдруг все осознали, что нам для комфорта не нужно так много вещей. Отсюда, в первую очередь, возросшая популярность винтажа. На этом я останавливаться подробно не буду, потому что этому посвящены практически все последние ролики на моем канале. И второе – это то, что мы стараемся, чтобы наши украшения сочетались как можно большее количество раз друг с другом и с одеждой. Для этого мы очень много всего миксуем. И самое главное, что в контексте времени это смотрится очень стильно. И третья социальная тенденция – это поиск смыслов. Поиск смысла жизни – это тема вечная, но сейчас смысл начали искать во всем. В том числе и актуален вопрос, что вы хотите сказать своими украшениями. Хотя нам известны всегда истории создания украшений, мастера всегда вкладывали в это определенный смысл. Многим известны истории броши Мадлена Улбрайт, об этом написаны уже целые книги. Но и сейчас это все приобрело массовый характер. Объединяя все эти тенденции, можно заметить, что они очень тесно переплетены. И одно как бы проистекает из другого. Мы надеваем старую бабушкину брошь вместе с современными серьгами. Показываем, как это красиво. И всегда рассказываем историю этой семейной реликвии, в которой содержится огромный смысл. Это и есть суть индивидуальности. Ну а теперь давайте посмотрим все-таки, какие украшения названы трендовыми в этом году. Я просмотрела несколько глянцевых онлайн-изданий. В каждом из них есть свой небольшой список трендовых украшений. Но за основу беру, на мой взгляд, главное глянцевое издание. Это журнал Vogue. В этом году они уже опубликовали две статьи о трендах в украшениях. Это весенний сезон и зимний сезон. Соответственно, после показа весенне-летней коллекции и после показа осенне-зимнего сезона коллекции одежды. Сопоставив эти две статьи, я увидела, что четыре или пять трендов полностью совпадают. К каждому тренду редакция журнала присваивает какое-то интересное поэтическое название. Но от этого суть не меняется. Первые пять позиций будут вот эти совпадения весны с осенью. Наверху я буду писать название так, как это выглядит в журнале. И пару слов комментариев. Комментировать я буду быстро, потому что ничего нового за эти последние пять лет абсолютно не изменилось. Все эти годы мы наблюдали то же самое. Итак, украшения для тела. Лично я считаю, немного бесполезными эти украшения. Разве что куда-то на лечивинку их надевать. Второе. Это украшения, которые вы можете сделать руками. Или буквально гаджеты. Или какие-то мелкие предметы, которые можно повесить на цепочку. Такое уже тоже было. Это и ключи, и брелки на цепочках. И всякая вот эта вот мелочь. Ну или если вы можете сделать что-то своими руками, пожалуйста. Третье. Это цветы. Ну вот честно. Во все времена, во все века цветочный дизайн всегда был. Есть и будет. Выбирайте просто тот дизайн, который вам нравится. И в этом году очень популярны цветы из ткани. Об этом я говорила в своем шоппинг-влоге. Это предыдущее видео на моем канале. И показывала цветы из ткани практически во всех магазинах масс-маркета. Посмотрите. Следующий тренд. Это буквы, слова, логомания. Этот тренд назывался в какие-то годы. В общем-то суть одна. Это буквы, слова. Вы можете носить лого брендов, свои имена, любое слово. Просто буквы, просто инициалы. Тоже это было всегда актуально. Каждый год у нас есть какая-то логомания. Пятый тренд. Это камни. Камни в этом году предлагают неограненные, цельные. Ну, я думаю, что можно носить и граненые. Любые, на ваш взгляд, какие у вас есть. Доставайте, носите. Вот здесь вот, кстати, вы видите такой большой очень кулон. Слайс такой агатовый. И висит он на чокере. Такой чокер я вот в этом году покупала в Заре. Слайс такой агатовый можно купить в любом магазине. Камней. Мир камней. Там что-то вроде этого. Прямо слайс уже с петлёй, который можно повесить и на цепочку, и на такой вот чокер. На что угодно. Дальше будут неповторяющиеся тренды из весны в осень. И первое это бахрома. Тоже тренд не новый. Бахрома может быть состоять из страз, из разных материалов, из ниток с бусинами. Ну, в общем, всё что угодно. Следующий тренд это проволока. Разные виды с завёрнутой проволоки в виде браслетов и украшения. В манго я видела похожие серьги. То есть проволока в виде спирали. Такие там серьги есть. Если вы можете что-то сами делать, то, пожалуйста, соединяйте этот тренд с трендом ручной работы, DIY и вперёд. Ракушки. Ракушки, морские звёзды. Всё это снова набирает популярность, как только приходит лето. Следующий тренд. Вот субкультура панков. Это ремни, шипы. Вот такие вот агрессивные, как бы, по дизайну украшения. Жемчуг. Ну, тоже о жемчуге сказано много каждый год. И барочный жемчуг, и просто нитка из жемчуга, и многоярусный жемчуг, и гигантский жемчуг, и асимметричные серьги. В общем, тоже всё, что угодно, снова жемчуг. Следующий тренд сердечки. Ну, так себе, конечно, тренд. Не знаю, видимо, всё-таки редакторы журнала обратили внимание, что сердечек на подиуме было много. Кольца. Серги кольца. Никогда тоже мода на них не проходила. Начиная от Серёжи Конга и заканчивая вот такими вот огромными-огромными кольцами в ушах. Стразы на кольцах, подвесочки там разные на кольцах. Тоже это каждый год серги кольца как-то модифицируются. Броши. Как только наступает осень, мы снова возвращаемся к брошам. В этом сезоне броши очень крупные, и я заметила, что они необычно приколоты. Вот, например, как на этом фото брошь создаёт драпировку. Такие же огромные кулоны. Кулоны, колье, просто гигантских масштабов. Следующее это украшение для головы. Здесь вы видите такой вот ободок с короной и вуаль просто на голове. В предыдущем году тоже этот тренд был в виде таких широких ободков у бренда Прада из ткани. И в Заре были ободки и со стразами, и широкие, и потоньше. И, в общем-то, в магазинах масс-маркета до сих пор встречаются стразовые ободки. В этом году соединялось как бы два тренда. Это цветы с украшениями для головы. Это и заколки были, я их показывала тоже в своём шоппинг-влоге. И ещё в Заре есть очень красивые ободки для невест. С цветами, с перьями и с такой вуалью сетчатой. Очень красивые, если вдруг невесте какой-то нужен такой ободок, сейчас в Заре прекрасные вещицы. И последний тренд – это Less is More. И вот на нём я хотела немножко остановиться. Это тренд фактически на базовые украшения. Украшения минималистичные, некрупных размеров, простые и иногда даже незаметные. И этого тренда не то, что не было последние пять лет, а я не помню даже, когда такой тренд вообще был. Базовые украшения есть в любой шкатулке. И у любителей минимализма, и у любителей акцентных украшений. Без них просто невозможно украшаться. Но если тренд такой обозначен, это значит, что такие украшения будут ещё больше покупать. То есть их и так покупают, но сейчас прогнозируются ещё большие продажи именно вот таких базовых украшений. Такие вещи случаются обычно в период кризиса. Когда люди как бы экономят, стараются быть незаметными, возвращаются к вечной классике, ну и так далее. И именно в этот период мы сейчас оживём. Во-первых, это время после пандемии, ну и во-вторых, это война. После пандемии люди вышли, вывезли из своих пижам и спортивных костюмов и решили немного украситься. Поэтому был такой небольшой период яркой одежды, вот этих вот стейтмент украшений. Всё очень было крупное, яркое, блестящее. Ну, в общем-то, в этих трендах, вот я сейчас это всё показала. И подобные тренды все эти предыдущие годы тоже были. Ну, вот тренд на базовые украшения, я думаю, будет продолжаться, потому что кризис продолжается, война продолжается. Мы ещё будем переживать какой-то период послевоенный. Поэтому я думаю, что тренд на базовые украшения будет не только продолжен, но и, наверное, расширен как-то. Вот такое моё предположение. Ну, а там посмотрим, будем наблюдать за этим. Какой вывод можно сделать после этого видео? Вывод, на мой взгляд, очень прост. Тренды – это не то, что вам нравится, подходит или красиво. Это то, что существует вне зависимости от нашего к ним отношения. Для кого-то определённые тенденции существовали всегда, но в какой-то момент времени они приобретают массовый характер. И только вы можете решать, использовать вам тренды или нет, ну, или выбирать из этого длинного списка то, что вам по душе. А на сегодня это всё. Я буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Всем пока, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok